Привет. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами по-прежнему инмейт и Каспер. И тут уже Вилат пришел на работу. Он будет комментировать следующий матч. Этот еще остается за нами. Дримс против LGD. Карта под номером 2. Естественно, счета нет. Мне что им перед каждой игрой писать, чтобы они счет ставили? Забей просто. Сейчас, сейчас, погоди, погоди, погоди. Сейчас я напишу. The East Qualifiers. Should I remind you about the scoreboard every time? Я не знаю, убейте меня за мой английский. Просто вот запоминателем счета, заполнителем счета. Напоминателем. Напоминателем, да. Напоминателем, заполнителем счета. Вот так вот. Еще более, я на самом деле заслушался музыкой на этих. В перерыве. И поэтому я на 5 минут сейчас пойду, отвалю, поем. Хорошо. Мне вот просто нравится... Мы спорили с одним товарищем, LGD Mali. Журналист. Он говорит, да, типа, Дримс должны были побеждать в этой игре. С таким антимагом победить нельзя. Вот и все. Так, ладно, все. Где там наш чат? Антимейдж теперь уже у команды LGD. Ну что, покажет ли Силар, как нужно играть на антимаге? Или нет? Посмотрим. Да. Джайрокоптер и Рубик. О, Магнус, Гирокоптер и Рубик. Кстати, вот это уже по-нашему. Такие пики мы привыкли видеть. В бане у нас, да, Бэтрайдер Медведь, Найкс и Шадоу Демон. Я что-то удивился, да, почему их нету. Ну, вот почему, собственно говоря, их и нет. Потому что я рак и слепой. И, в общем, потому что я не увидел то, чего там написали. Так. Точнее, забанили, естественно. Все. Пора прекратить отвлекаться. Последний пик первой стадии. Визаж. Визейдж. Для команды LGD. Тао Бао. Первая игра была крайне увлекательной. Вот именно в плане фейлов. Она была просто вот полна фейлов. Это был один большой фейл. Просто 60 минут фейлов. И главным фейлом было то, что мы все это видели своими собственными глазами, наверное. Так. Ладно. Что у нас есть? У нас есть Дарксир. Клакверк в бане. Дальше Квапа. Джиггернаут. И по ролям, что у нас? Магнус, скорее всего, будет в миде стоять. Гирокоптер с Рубиком. Еще с кем-то. То есть осталось суппорта, наверное, за баню какого-то команде LGD. И мидера, естественно. Не, ну мидер... Да, у них Магнус будет, конечно. Фигню какую-то я несу. Все, пора собраться. Меня просто из колеива совсем выбила предыдущая игра. Драгон Найт в бане от Дримс. Хотя в прошлой игре он был у них. И последний бан LGD. Чена больше не будет у нас на этой карте. В этом матче точно. Как написали мне в твиттере, это все из-за баб. Да, может быть. LGD так играют. Из-за того, что Ксяуэй, да, выиграл девушку себе. Теперь вот такая фигня творится на просторах Доты, сцены. Так. Что у нас тут интересного? Еще есть. Как ты думаешь, кого тут запекают? Товарищ? Думаю, я. Ну, давай. Нужен герой. Допустим, Никс пойдет в мид, условно. Возьмем это за основу. Давай. Герой плюсом к Визиджу и в хард. А... Темплар... Я... Слушай, а что может тогда творить Темплар, вообще, если они на вот... Антимагах такие вещи? С нихся в мид отправят. А, слушай, это будет интересная игра. Ладно. Опять же, да, я... Ты тогда ушел, я как раз рассказывал про то, как я спорил в Твиттере с одним товарищем. Он мне рассказывал, что Дримзы должны были побеждать в том матче. Я тоже тогда сказал, что с таким антимагом победить очень сложно. Так, а сейчас в сетеваре вот будет что-то типа Дискорта. Рефреша вот на Топларке. Чтобы поддержать Марку. Да, да. Так, музыка вся, друзья. Музыка играет у меня из моего плеера, то есть из моего... Не плеера, точнее, ВКонтакта. Но все эти треки можно найти в паблике, в моем. Они в статусе отображаются. Каспер ТВ с тремя эр. Добро пожаловать. Кстати, вот... Проблема в том, что задержка 6 минут на стриме, поэтому смотрите заранее. Да, заранее смотрите просто что-то. Можете просто включить, вдруг там вам понравится какой-нибудь трек, и все, там одним нажатием включается эта вся музыка. Тут дело в другом. Кстати, вот по поводу розыгрыша, да, репост вот этот 21к ЗБС, пост, там 2500 сейчас репостов. Можете пока их не убирать, лучше не убирать, потому что пришел Вилат. Мы вот после этой игры разыграем там 10 комплектов по 10 рарок. Вроде так мы обещали, да. И сразу после игры с этим всем разберемся. И вот, Мишрак докупился. Визиджу и... Эрксар в хард. Все, как я говорил. Ну, либо в Трибов хард пойдут, посмотрим. Да, посмотрим, как оно все будет. У меня тут какие-то чуваки, там, читы в паблике рекламируют для всех вообще возможных игр. Это фиксим. Еще есть вариант, что Визидж поет в хард. Вот так. Вот этот еще задрот. Одна дота тебе только нужна. Я тебе тут про читы отрименю. Какие читы? Ну, чейнекса нету в доте. Так, причем, да, он на World of Tanks, где, в принципе, читрить невозможно. То есть, ну... Короче, там, как обычно... Это как открыватели сундуков. То есть, вы открываете сундук, и вашего Steam аккаунта уже нету у вас. То есть... Сундук. Сундук можно открыть одним способом. Купить ключ в магазине или, там, поменять на ключ, там, шмотки какие-то. Начнем с того, что сейчас будет замес. Да, сейчас будет драка. Возможно. А невозможно, а будет уже. Слишком близко находят. Никс, давай, тут уже пятеро стоит! Что ты делаешь? Вот они четверо подметели. Нормально, кстати. Смотри, говно. Второго поднимаем. Давай, 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 давай. Нет, ты понимаешь, вот Никс бы вначале все это сделал. И мне кажется, пошла бы получше, наверное, игра. А в результате вот... Ну, и Ксяуэта, тем более, не было. Они там четвером воевали. В общем, фигня какая-то получилась. ДДЦ нормально, кстати, пробили здесь во время этого харассинга. У меня на радостях теперь весь монитор в яблоке. Нормально. Ну и что там у нас? Ксяуэйт. В миде. Против. Джилза. Ну, Джилз в прошлой игре у нас тоже был... Ну, не в миде, он был на квапе, он стоял на хардлайне. Но там он стоял против луны, которая тоже, теоретически, могла находиться в миде. Там они немножко просто лайны все поменяли, и в результате получилось так, как получилось. Так, смотри, начинает харассить Джилз. Какой вообще он жесткий. Так, 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 так. На топе у нас стоит трипла Оуи. Это тот, который антимаг на гирокоптере. Как ты думаешь? Сможет ли он так же сфейлиться на гирокоптере, как он... Одно из двух. Что, либо да, либо еще хуже? Сфейлиться, либо не сфейлиться. Нет, нет. Либо сфейлиться, либо еще хуже что-то произойдет. Это одно из трех. Да, да. Так, смотри, находят нас сейчас тут Никс, двух суппортов, Ёж и Жук. Ты оценил эпичность Яо на лешаке в харде? Яо, кстати, да, слушай, Яо реально на лешаке стоит в хардлайне, и почему его еще никто не убил? Я подозреваю, что планировали темпларку в легкую, а Магнуса в мид, но думали, что так поставят Дримзы. Поэтому против темпларки хотели поставить Лишачка с Диаболиками, который пробивает ее рефлекшн, нура. Да, есть такое. Да и убежать есть чем. Хотя Кабан... Че это здесь? Кабан может наказывать темпларочку не хуже. Кабан! Сидит у нас рядом автор. Один в один драка по вардам, посмотрите, что вы это сделали. Кстати, да. Его сломали, поставили СН-3, сломали их СН-3. В первой игре было абсолютно то же самое, реально абсолютно то же самое. Я знаю, чем все кончится. Антимаг будет без трипорта и в этот раз... В этот раз-то Антимаг за другую команду играет, так что я думаю, Силар не допустит такой ошибки. Причем, друзья, в чате единственная фраза, которую написали парни из команды Дримс, вот в лобби игровом, было Таун Портал. Просто вот Таун Портал и все, то есть. Они, видимо, поняли, что случилось, что пошло не так в прошлой игре. Это храдует. Просто там у ДК было три тысячи голодов, то есть там байбеки были абсолютно у всех, и можно было вполне подраться, там, увидеть, что-то сделать. Но Антимаг сказал свое веское слово. Сказал, пацаны, я блинками иду домой. Поставил точечку. Точечка? Это ты точечкой называешь? Мне кажется, это просто кучу навалял здоровенную. Это не последний шанс и даже не конец серии. Это точечка, вот. Нет, это уже... Если бы это было, я не знаю, там... Решающая игра, там... Решающий матч, да, то есть и кто вылетает с квалификацией, последней игрой он так делает, то это точка жирная. А здесь еще не все потеряно, это начало конца. Смотри, вот сейчас там Ксяо Уэйд. Ну а за динайл как. По красоте просто. Бисмастер, кстати, против темпларки. 14-4 у бисмастера, 12-3 у темпларки. Идут, опять же, очень ровно. В прошлой игре мы видели примерно то же самое. То есть, лайны были примерно 50-50. Сейчас мы видим, кстати, очень четко поднимают Никса, не дают копнуть ему герокоптера. И вот в результате очень неплохая тема получается. Сайленсер с каким... Вот смотри, Сайленсер, например, с первым проклятием. Не, ну ладно, с первым проклятием еще бог с ним, но антимаг потратил там сейчас маны больше, чем... Хотя у него уже нет регена ХП, точно, точно. Что же я такое несу вообще? Тут что-то ДДЦ, Силару от Ангусики летят, Базила для Яо на Хардлайн. Короче, курица такая запакованная основательно. И что, будет обходить Рубик или нет? Причем с Интрея уже у команды нету. Или нет. Дримс. Вообще, почему они просто не подерутся вместе с птичками? Ну, не с птичками, просто с визажем, типа. Есть же жесткий расхаст, ты заходишь, даешь три каста, но кто-то умирает. Как бы да. Там сэвиться нечем, и вот 600 КП, 549, 549. Вливать не хочу. Тут любого, либо Рубика, либо Сайленсера хватай, они действительно никак не могут уйти. Как бы они ни старались, тем более, что гирокоптеру там до 6-го еще просто, когда Киева раком, и соответственно... Ой, Кёрс Ю, сказал Сайленсер. И целых 48 маны выжег он у... Опа, Вард. Видели этот Вард сейчас LGD. Опа, Чирик. Опа, Чирик. Так, почему бы не напасть? Вот они сайты с рейнджа и просто начинают нахораживать, и формят из-за этого хорошо. Странно, очень странно. Все куплено, Роман. Поддерживаю, Дмитрий. Ну, кстати, с третьим Диаболиком уже сейчас вышку снизу сломает просто Яо. Вот он жесткий. Что, если Яо вышку сломает? Да-да, посмотри, у него досталось 200 КП. Да-да, реально, вышечка 200 КП, и... Так, еще и уворачивается там шоквейвов. Вообще Яо жесткий. Да он просто Киану Ривз какой-то. Кстати, крипов сейчас очень много, он получит сейчас шестой уже. Может, даже с половинкой какой-нибудь. Все, вписывает, вписывает просто. Ах, не увернулся, не с Киану Ривзил. Длинная, длинная задница у него. Так, ну, Асилар тем временем на топе продолжает под Тауром добивать крипов. Кстати, учитывая то, что он реально их добивает практически только под Тауром, 23 добитых крипа, это весьма неплохо стоит отметить. Учитывая то, что у гирокоптера там 25, хотя ему, ну, не так мешают. Я просто, ну, допустим, они ждут 6 уровня антимага, но зачем? Вот-вот, ну, наконец, напали на... Ну вот и все, и приехал здесь, товарищ. А я, а че, это можно было делать уже 5 минут к ряду. Почему, если по ним возвращаться, убивать их еще раз? Кстати, смотри, там 9 зарядов сейчас у Никса. Есть, все, будет сейчас подкоп, отлично. Докопай же ты его, все, и это второй минус. Почему они не делали этого раньше, Роман? Они усыпляли бдительность врага. Поэтому они не делали этого раньше. Не, а на самом деле, может, третьих просто ждали? Такая разница, третий и третий, ну, разница всего лишь в 60 дэмэджа от Никса и в... Сколько получается? Ну, зато это третий, это же не первый, не второй даже, это третий. Не, ну, так-то да, может, чтобы опыт побольше... Можно еще и пятого подождать, например. Сорвать побольше опыта с противника. Кстати, просто чит... Как тебе? Лишак внизу. Лишак внизу. Вместе с... Пришел к нему. Через ульту, да, забрали его. Так, теперь можно вышку забрить, пока его нету, 15 секунд. Кстати, да, там четвертый диаболик, и вот сейчас накапает маны как раз, и пройдет кулдаун, и все дела, то есть Ява вообще все очень четко делает. Да, и если возвращается сюда магнус, то диаболики не самая лучшая идея, короче, прыгать. Даже вот хоть и зациклиф, но все равно... А не четвертый, понимаешь, там он сейчас залетит, и все. Да, это минус Т1 снизу. Кстати, Лишак играет через ПТ, как тебе такое? Нормально. Фейзи ПТ, я такие видел. Это вполне играбельная штука. Все, Эд возвращается в мид, и вот дальше по нему начинает настреливать темп ларку, но она как-то вообще не парится, что у нее от крипов спадает рефлакшн, и постоянно под них лезет. Ну, это же Джиллс. Ты в слое Джиллс сделал опять много ошибок. Так, что там у нас, кстати, где антимаг? У нас саппорты ушли в центр, не знаю зачем. Побегали, и в это время вертолет не может сформить, она пытается как-то водить крипов, но ему не дают. Еще, кстати, и без смака суппорты, так что они рисковали оказаться подвижным. Они, скорее всего, и оказались подвижным, потому что здесь стоит как раз вард на лайне, точнее рядом с лайном. Птицы, что угодно их могло спалить. Да, и поэтому... Ксоид, кстати, вообще на базу убежал, решил, что ну их всех в баню, пойду подригинюсь основательно, и пойду кого-то еще погангаю, потому что у него уже готов Праймал Рор. Да, и птичка-то у него есть тоже, вкачано. 4, 1, 2, 1 раскачек. Вот аура на 2, да. Хорошая штука, аура вообще-то. И Смоук, вот, все, прилетел Смоук к команде Дримс, и они сейчас втроем вместе с Темпларкой отправляются на топ. Темпларкой занимательные путешествия на край света. Причем гангать антимага... Сколько у них там? У них один дизейбл... Нет, два дизейбла на толпу, получается. Причем этот антимаг... Обрати внимание на схему его раскачки. 1, 1, 1, 1 на 6 уровне, то есть 2 плюсика, да. Сейчас они Никса найдут, наверное. А вот он их выбил со Смака и пытается убежать. Такой тю-тю-тю-тю-тю, лапками-лапками давай. И знаешь, сколько сейчас времени проиграли Дримсы? Много. Именно. Это круто. Вот, кажется, парка там куда-то побежала, вроде бы трап поставила, но этого не хватает, и... В общем, верно, не пошло. Все это время и Лишачок фармит, и Бесмастер себя хорошо чувствует. И у них есть ТПшки. То есть, если они валют под вышечку на антимага, то... Соло-лайнеры пролетят. Его сейвить. Так, смотри. Проелись. Да ладно, залетают в наглую под Таур. Ты посмотри, там под рефра... И 2 ТП, инстан, 2 ТП, отлично копает. Сейчас ДД еще и карапасирует. Лишак хорошо попадает в четвертые Диаболики. Но Диаболики тут, конечно, никого, я думаю, сейчас не пощадят. Да, Герокоптер, ЛОХП. Также еще и Рубен разбивается. Рубен, минус. Я слышу, там Герокоптер. Мэйдэй, Мэйдэй. И это минус 4. Вот это... Заток я рассказывал. И Магнус, смотри, смотри, и бежит Магнус. Погоди, погоди, такой. Опа, пацаны, мне ТПшечка залить. А, не, он ботал заобузил. Он, нет, он принес ему ТПшечку, курьер. Я положил, он туда ботал. Ну, тогда вообще красавчик Магнус. Ничего, что он опоздал, буквально секунд на 30, наверное. Ну, а где же скьюер РП вообще, что за дела? Это канистра пустая, он ее вечно на базу отправил, и не на чем ехать. Это заправочек, он заправочек вот ему везет. Ну, а, по антимагу надавал. Ну, антимага есть уже, Ринг оф Хеллс, он регенит так. Порядочно. Ну, Силар, я подозреваю, больше игр сыграл на антимаге, чем вместе взятые, а команда Дримс. Только турнирных игр, я вот хочу подчеркнуть. Просто вейвем Багнуса, его не взять. Это да. Так вот, в центре опять сломали вышку, сейчас еще убьют Джилса. Не, поигде, он здесь еще сопротивляется. Он, кстати, хорошо сопротивляется. Не было ульта у Бессмастера, поэтому он убежал. Так, ну а на топе тем временем убрали вышку уже игроки команды Дримс. Игрокоптер забирает эту вышку. Так, а там уже Тир-2 пилят. Посмотрите, под четвертым-то Диаболиком, как она рассыпается. Все, минус Тауэр. Именно так. Да, и Никс. Вендетта ушел, Никс, увел за собой погоню. Четыре телепорта. Летит птица. Пытается замедлять как-то Бессмастера, но не догоняет. Да, вот так вот, друзья, у нас получилось. Просто разменяли одну вышку на две. Вот это уже точно нельзя назвать равным разменом. Да, и счет 7-0. То есть перевес по XP в данный момент 5000, и по голде уже почти 7,5. Да, по голде уже очень серьезный перевес. Это 10. Тут 11 на 17, да. И это, конечно, неприятно, я думаю. Тем более, что там сейчас Яут. Посмотри на его запак уже. Как он вообще тут себя неплохо чувствует. У него уже 1000 хп, ну, 1157 со включенным ПТ на силу. И для Лешрака это очень много. Здесь он еще в центре обходит. Джилсон. Смотри. Стан, и это минус. Да, тут Диаболики, а там еще и Магнус. За РП шел. Смотри, как много у него было стиков. Да, и посмотри, там еще могут даже сейчас как-то подразобраться. Карапассирует сейчас Жук. Прикрывает своим телом Яааа Ксяоэйта. Ксяоэйт, кажется, ушел. Да, за ним крипы не погнались. Так, все, ушел, но умер Рубик, умер Сайленсер. И продолжается погоня за Магнусом. Ставится птичка, ставится вторая, и это минус. Да, да, да. Магнус тоже отъезжает. Очередная серия разменов не в пользу. Даже размен по хп, но опять же мы видим, что... Опять 3 в 0 подрались. По счету 0,10. По голоде резко-резко скакнул вниз. Именно, и гирокоптера сейчас тоже будут пытаться ловить. И там антимаг, будет ли он прыгать дальше за ним? Нет, антимаг просто пришел пофармить. Он не хочет просто отдать Тауэр сейчас гирокоптеру. Второй, потому что первый гирокоптер уже забрал в свой актив. Да, и он сейчас будет его стоять и в наглую динаить. А сам гирокоптер решил улететь на топ-лайн, пофармить там еще крипов, которые уже подошли. А туда можно выходить, все остальные бригады, как раз они на базе регенятся и просто сейчас пойдут на топ. Не, одно ты по мид пошел. Смотри, пришли в мид. Да, и там сразу же венгете. Ну вот, конкретно в этой игре у дремисов вообще не пошло, у саппортов, поэтому с интерьей у них нету. А Ник сейчас выбежит, либо Рубика, либо Сайленсера. Вот, Рубик. Да, Рубик, Рубик. И все. Никс, 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 Никс. Мисс прокнул, ты видел? Измейл да прокнул мисс. Не пошло, и уже летит сюда. Бисмастер, с рором. А, это минус Сайленсер. 12-0. Тут ГГ. Это однозначное ГГ. 12-0. Лишь бы не раньше 18 минут. Кстати, да. У меня тоже стоит, что не раньше 18 минуты. Это же Китай, но какие 18 минуты? Какие? А вообще о чем-то что? Так, давайте, давайте, Дримс. Будем болеть за них сейчас дружненько. Давайте, давайте, давайте. Тащите еще 4,5 минуты. Мы вас верим. Потом можете сливаться. Все нормально. Гирокоптер умер. Констатирую факт. Да, здравствуй, гирокоптер. В последнюю мере секунду спевает. ДД. И это минус. Так, 13-0. Мне кажется, что это несчастливое число для команды Дримс. Потому что за ним идет 14-0. Да, затем 15-0. Который является тоже несчастливым числом команды Дримс. Потому что за ним следует 16-0. Да, именно так. Так, что там? Летит уже Мека, наверное, сейчас. Да, Мека летит уже к Сяо Эйту. Медалька к ДДЦ. Что с ними делать, вообще непонятно. Потому что сейчас, как бы ты не зашел их убивать... Тянуть время. Тянуть еще 3,5 минуты, пацаны. Минуты уже продержались. Все нормально. Давайте, давайте. У антимагов все еще нет в Battle Fury. Не все потеряно. Так. Да, они смотрят тоже на антимага, думают. У него же нет еще Battle Fury. Никс Ассасин тем временем опять вырезает Сайленсера. Точнее, в прошлый раз это был Рубик. Ну, в этот раз Сайленсер. Дирокоптер! Он даже почти двинулся с места, ты понимаешь? Это уже вот прогрессирует. В общем, пока да. Пока вообще полная беда у команды Дримс. Не заехала у них что-то эта тампларка. 3 минуты, всего 3. Парни, я вас верю. Давайте, 3 минутки. Так, ну блин, тут же по миду нету Тир 2. Вот это плохо. Да, беда, антимага летит в Battle Fury. Да, они сейчас увидят и скажут ГГ. Нет, нет, вы не должны этого сделать. 2,5 минуты. До конца. До конца. Два глора таких прям, да. Только до конца. Ну, 60 же, они сыграли, как мы просили. Почему бы не сыграть? 18. Ну, сейчас посмотрим, будут ли они играть. 18. Так, выше ЧК падает. Уже 16-ая минута подошла к концу. Правильно, колдауны. Заливайте, заливайте. Отбиваются, отбиваются. Вливай птицу, убивай птицу. Еще удар. Смотри, птица одна села, вторая села. Троем встанем, боже мой. Магнус, давай ревоспалятелем двоих, хорошо. Хорошо, кстати, Магнус заерпэшел. А что туда заливать? Ничего, заливать. Гирокоптер что-то там по-тра-та-та-та. Так, погоди, погоди, две минуты. Две минуты осталось. Минутку 40. Нет, живи ты, парочка. Нет, не так, давай, отлично. Отбивайте все, что в тебя влетает. Да, кстати, единственное, что у нас пока с тобой спасает, это то, что кулдауны на смертях маленькие очень. Типа, ливать досрочно особо смысла нет, потому что у того же гирокоптера у него и кулдаун на ульте маленький, и появляется он сейчас быстро. То есть можно отбиваться долго. Это хорошо. Вот я безумно маленький кулдаун. Так, и Рошанчик падает. Правильно, ЛГД, вы еще Рошана должны убить. Ждем второго, не идем. Да, еще сколько там, да? Еще девять с половиной минут. Так, ну что, 53, 52, Роман. Все хорошо, не, мы успеваем, все нормально. Да, плюс детство. Они могут написать ГГ, это будет плохо. Да, могут. Так, сайленсер. Нет. Подставился, ну давай же беги, братуха. Беги, беги. Мирокли включай. Угу, Мирокли. Кроме Мирокли, Мирокли включать никто не может, я думаю. По крайней мере, из вот этих ребят, из команды Дримс уж точно. 30. Всего 30. Кабана забыл. Хорошо, меньше будет, кто пушит. Ой-ой-ой, посмотри, поймали Магнуса. Так. Нет, Магнус должен жить. Магнус, всего 35 секунд выдум... Так, нет, погоди, сколько, 15 секунд. 15. Нет, нет. Нет, не жмите ничего. Не вздумайте нажать ГГ. Клифф, хорошо, 5 секунд тянут. Тянут время, давай. О, 7, 6, 5, 4... А, Герокоптер, он нам хоть с ТП, интересно? Да, в этот раз таки с ТП. Да, почему-то включился. Есть. 18 минут! Да, есть же ж. Фух. Завози это мясо. Всё, да. Можете, можете пушить. Пожалуйста. Отличную игру показали Дримсы, отбивались как могли. Ну да, да. Так, залетает ещё стан Джилза. Я, конечно, не знаю, что сейчас может установить команду LGD. Нет, их может остановить... Правильно! Герокоптер, у которого 100 урона с фейсами. Герокоптер с фейсами остановил команду LGD. Как тебе такое? Это успех. Спорим, что драка... Точнее, игра продлится минимум до следующего Рошана. Поспорим. На что? Не знаю. Ну, на пивчанское, естественно. А, алкаш. Давай. Вот что после Рошана, они пойдут и, может быть, закончат игру. Но до Рошана игра не закончится. Забились, всё. Всё, хорошо. Стрим нам свидетель. Да, да, да. Так. Антимаг, кстати, там уже герокоптеров соло убивает. Норм, норм. Кстати, антимаг купил себе Владмир. Вот так вот. Нормально всё. Всё нормально у пацанов. Ёж имеет серклетку, тапок и... У него, кстати, почти брасер. Немножко ему не хватает. А, птицу сбила только что темпларочка и что-то там за рецепт у неё лежит. До голды. Рецепт на Яшу у неё лежит. То есть ещё Надежда не покидает темпларку. В лейт выходит. Ладно. Герокоптер, тем временем. Что, радует? Они уже начинают пушить топ потихонечку. Не-не-не-не-не. Тут, посмотри, герокоптер отстреливается. Надо отходить обязательно. Тем более, что нет дагера у бисмастера, поэтому, ну, не получится нормально подойти и... Есть дагер у нюкса. И чё? У бисмастера-то нет? У бисмастера потом подойдёт бисмастер. Не-не-не-не-не-не. В стоячую цель. Я тебе говорю. Я звонил вчера в битвы экстрасенсов. Мне сказали, что нюкс прыгнет. Смотри, нюкс прыгнул. И он прыгнул. И это минус герокоптер. Красавчики. Так, погоди, погоди, Магнус. Пока что Магнус у нас играет, вот, примерно как Фунзи вчерашний. Но, ладно. Посмотрим, вдруг он ещё затащит. Поставайте на его совести. Да, да. Так, вот. Надо сейчас понять. Ждет герокоптер, а потом глобал, потом вырывается Магнус. Тянут пятерых и умирают. Так всё и будет. Так. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хоу. Вот это была игра от нюкса. Нюкс MVP этой игры просто. Не, блин, я теперь фас проиграл. Ну ладно, ладно, уговорил А ещё немножко оставалось, ещё 5 минут, 6 минут всего лишь оставалось, да Всего лишь Не, ну они что, 18 минут продержались там, точнее 6 минут, вот после того, как реально там уже было понятно, что ГГ Та-да Это написали, действительно, что повезло, если Дримс тоже поставили на больше, чем 18 минут И они, думаю, сидят и терпят Магнус, давай, под фонтан, все, хорош И Сайленс хлопал, ты посмотри, что они делают А там гост Сдались, нет? Не-не-не-не, смотри, атака, атака Дейнджер, дейнджер Слушай, они сломают быстрее, чем появится, Рошан Да, мне там показалось на секунду, что Никс просто заракопассировал фонтан Да, ты думаешь, что он по нему не стреляет, а там гост оказывается Там у всех уже почти по госту есть Из тех, кто заходит милишными под фонтан Ну так, это первое правило Пабера Если ты милишный, купить гост и забежать под фонтан вообще Да, это хорошее правило Так, отличный антимаг, прям под Никса запрыгнул Подставил Варя, я тебе подушку принес Так, да Ну что, друзья наши, товарищи Начинаем, точнее продолжит это все, всю эту феерию, товарищ В1ЛАД Субтитры сделал DimaTorzok